Друзья мои, всех приветствую! В этом ролике покажу вам как протестить, ну прозвонить, проверить тен утюга. Часто бывает такое, что утюг не работает и зачастую причина в том, что что-то случается с теном. Прогорает нехромовая нить, либо он начинает пробивать на корпус, ну в общем-то посмотрим. У нас будет с вами вот такая шпаргалка. Она действительно в принципе и для тена, ну она вообще по чайнику, для бойлера, для стиральной машины, для утюга. Примерно похожий алгоритм. Единственное, что рассчитать сопротивление, мы посмотрим сколько на тене ватт, и тогда вот здесь вот получится финальная цифра, какое должно быть у тена сопротивление. А в остальном, вот пройдемся по этому алгоритму, я его еще выведу на экран, достаточно все легко, так что давайте-ка начинать. Для начала утюг нужно разобрать, но я не буду на этом заострять внимание, поскольку утюги все разные, как правило снимается сначала подошва, и потом потихонечку вы снимаете весь этот пластик и добираетесь до тена. Так что под легкую музычку поехали! Итак, друзья мои, мы добрались до недр утюга, вот таким образом будет выглядеть конструкция. Можно вот эту часть снять, но для этого нужно открутить вот в этой клеммной группе нижние винты. Они заржавели, я боюсь, что мы сейчас просто усугубим положение, но мне это и не нужно. Вот контактные стержни с белым изолятором и с красным изолятором. Контактные стержни тена и доступ к ним свободен. Мне этого достаточно, чтобы проверить тен на сопротивление, на пробой на корпус и на целостность нихромовой нити. Так, ну давайте идти по алгоритму, проверим сопротивление, померяем пробой на корпус, но начнем с того, что проверим целостность нихромовой нити. Перед вами мультитестер, он у нас в режиме прозвонки, вот этот режим. Ставим его в удобное место, берем щупы и проверяем, что этот режим рабочий. Режим рабочий. Дотрагиваемся одним щупом до одного контактного стержня, а вторым щупом до другого. И должен прозвучать такой же контакт. Это будет означать, что нихромовая нить внутри тена исправна и цела. Да, нихромовая нить цела. Это хорошо, внушает оптимизм. Двигаемся дальше. Я долго искал, а как определить, какой мощности тен. И нашел вот здесь запись, друзья мои. 230 вольт, 1900 ватт. Вот сейчас эта фотография возникает на вашем экране. А что это для нас значит? А это для нас значит, что мы можем подставить мощность в формулу расчета сопротивления. Формула расчета... Так, надеюсь, вам видно. Вот так поближе будет еще виднее. Формула расчета. Сопротивление равно напряжение в сети в квадрате, деленное на мощность тена. То есть 230 вольт, помножить на 230 вольт и разделить на 1900 ватт. Получается сопротивление 27,84 ома. Это расчетное. А что же у нас на самом деле? А на самом деле мы ставим наш мультитестер в режим. Омега. Режим Омега 200. Вот так видно. И прикасаемся щупами к контактным стержням тена утюга. Раз. И два. И смотрим на получившееся значение. 27,8 ома. А у нас 27,84. Напомню вам, расчетное. Это означает, что измерения близкие к расчетным. Это означает, что тен по сопротивлению в порядке, друзья мои. Еще, что очень важно. Если в момент измерения сопротивления на контактных стержнях тена на экране мультиметра 0, это означает замыкание спирали внутри тена. А если цифра 1, оборвана нить тена. В обоих случаях тен не пригоден к дальнейшему использованию. Его лучше поменять. Ну или же, если вы считаете это сложным и дорогим, утюг подлежит замене. Далее, друзья мои, мы идем по алгоритму и смотрим пробой тена на корпус. Он может быть определен в двух режимах. Давайте для начала в режиме прозвонки. Я уже показывал вам этот режим. Вот он. Ставим мультиметр в удобное место. И фокусируемся на контактных стержнях. Так, режим прозвонки. Ну давайте для начала мы определим, что он у нас работает, как всегда. Он у нас работает. Дальше. Одним щупом мультиметра на один контактный стержень тена, а вторым щупом на корпус. В самые разные места. Такого звука быть вот такого не должно. Если звук есть, то, соответственно, тен пробивает на корпус. Так, потом другим щупом к другому контактному стержню тена и противоположным щупом с другой световой индикацией на корпус. Все в порядке. Тен на корпус не пробивает. Но это еще не все. Можно проверить пробитие тена на корпус на режиме мега-ом. Ставим вот так. 200. Так, не дошли немножечко. Вот так. Ставим 200 мега-ом. Ставим опять в удобное место наш мультиметр. И таким же образом начинаем дотрагиваться. Одним щупом до одного контактного снежного тена, а другим щупом до корпуса. На экране мультиметра не должно быть никакого сопротивления. Никаких движений на экране быть не должно. Ну, у нас, в принципе, никаких движений и нет. Давайте сделаем поведение. То есть сопротивление мультиметр показывать не должен. То же самое. Другим щупом до другого контактного стержня тена и этим щупом противоположным до корпуса. Цифры быть на тестере. Опа! Друзья мои, наш тен пробивает на корпус. Посмотрите. Еще раз. Или нет? Нет! Нет! Что-то какая-то ошибка была. Кстати, вот когда ремонтируются стиральные машины, у меня был такой случай, значит, клиент жалуется, что током бьется стиральная машина. Мы начинаем вот такую прозвонку, то есть к одному контактному стержню на корпус. Все нормально. Но все равно вот жалоба, она есть, да? И что мы сделали? Мы просто подали напряжение на контактные стержни тена, подождали 5-7 минут, тен нагрелся, и вот таким образом мы начали проверять, и он дал сопротивление. То есть вот прикасаешься к корпусу, да, другим щупом, и бегут цифры на мультитестере. То есть он, когда холодный, не пробивал, а когда разогревался, наверное, была во внешней оболочке микротрещина. И, соответственно, тен начинал пробивать. Естественно, это замена тена. Но здесь, я не знаю, почему цифрыки побежали. Вот повторные измерения дают, не дают пробой на корпус. Все в порядке. Наверное, какой-то был глюк у мультитестера. Все в порядке, друзья мои. Наш тен в порядке по сопротивлению. Нехромовая нить тоже цела. И на корпус не пробивает. Все хорошо. В принципе, мы закончили. Неисправность этого утюга точно не в тене. Вообще, друзья мои, ну, на всякий случай, еще 30 секунд вашего времени, что такое тен? Тен это трубчатый нагревательный элемент, внутри которого идет нить, собственно, которая и нагревается. На нее подается напряжение. Вот сюда, на контактные стержни. Ну, в данном случае бытовое, 220 вольт. Она нагревается. Состоит она из нихрома. Специальный такой материал для нитей тена. Еще есть материал фехраль, но он используется реже. Только в агрессивных средах такие тены работают. С фехральевыми спиралями. Через диэлектрический керамический порошок спираль передает тепло на внешнюю оболочку. Она бывает латунная, алюминиевая, титановая, медная, из углеродистой стали и так далее. В зависимости от того, в каких средах работает тен. Все, и тен нагревается. Соответственно, если нихромовая нить рвется внутри тена, то это неисправность, тен работать не будет. Также, вот скорее всего, в случае со стиральной машиной, где-то вот здесь, во внешней оболочке, был пробой. И когда тен нагревался, туда начинала поступать водичка. Ну и, соответственно, тен начинал пробивать через эту воду на корпус. А потом остывал, водичка испарялась, тен ведь горячий, и, соответственно, эта микротрещина закрывалась. И поэтому тен не пробивал, когда он холодный. Думаю, причина в этом. Спасибо всем за внимание. Будьте, друзья мои, здоровы. Задавайте вопросы в комментариях. Критикуйте обязательно, если что-то по-вашему я сделал неправильно. Но, мне кажется, мы провели исчерпывающий анализ тена утюга. Пока. Кажется, это началось. По-моему, кто-то стучится в дверь. Моя. Ну и что мы здесь делаем? Не дай бог, кто-то нагадит. Так что, девочки, сдерживаемся, а то хозяйка вам не простит. Может, еще и домой зайдем? Ну, это я так, в шутку, на самом деле, сказал-то. Так что, вы давайте к себе. Что у нас тут? Да? Переступить ли мне этот порог? Ну, сейчас всех в суп. Слышите, хозяйка говорит. Переступила. Все. Ящик Пандоры открыт. Только попробуй мне нагадить здесь. Вот именно. Все, давайте. Это вам от хозяйки презент. Французский багет, между прочим. Все, давайте, давайте. Брысь. Кш-кш. Все, идите к себе уже. Здесь нечего делать. Повор jon. Ти? ПО тебе quierдences. Ти? Ти? Ти?